Привет! Сегодня продолжим разговор об иконографии Благовещения. Кое-что я уже рассказала вам в двух последних постах, а сегодня читаем икону вместе. В сложившейся русской иконе Благовещения главное – диалог между Архангелом Гавриилом и Девой Марией. Он в центре. Изображена Дева Мария, сидящая на троне в подушках. Обязательно есть подножье. Это императорская традиция. Богоматерь придет пурпурную завесу для Иерусалимского храма. Ее приветствует Архангел Гавриил. Он обращается к Деве Марии, и это говорит нам жест руки. Язык жестов помогает нам понять и Богородицу. Так выглядит и жест сомнения, и жест принятия. А так на иконе выглядит нежданность. Гавриил изображен очень динамично. Дева Мария в полуобороте к Архангелу. Она не ожидала его увидеть. Радуйся, благодатная Господь с тобой. Благословенно ты между женами. И вот, начнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. И праздник Благовещения – это благая весть каждому из нас о том, что спасение возможно. И рай открыт для тех, кто примет Слово Божие и последует за Господом. Так же, как это сделала Дева Мария. Но некоторые изображения, наоборот, очень статичные. Когда Божья Матерь приняла послание, и весь мир остановился. Замерла жизнь на земле в ожидании Спасителя. Из сегмента неба исходит луч. Часто голубь, как символ Святого Духа, исходит на Марию. Это и есть сам сокровенный момент зачатия. Сидево в очреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. А на древних иконах Благовещения можно даже встретить младенца в очреве Богоматери. Все это происходит на фоне палат. Мы видим велум, а значит, действие происходит в доме Иосифа. Так же на некоторых изображениях есть служанки. Они изображаются как свидетели, подчеркивающие достоверность события. Это традиция, корнями уходящие в римскую систему права. Ведь в истории часто подвергали сомнениям истинность непорочного зачатия. А значит, нужны свидетели, которые подтвердят истину. Также есть вариации иконографии Благовещения, которые базируются на апокрифах. Их я покажу вам в сторис. Благодарю за внимание и отклик. И всех поздравляю с праздником.